Друзья мои, всем привет, всем привет, вы на канале Пиратская жизнь, я как всегда Владимир, он в новой маечке. Чё, старый? Старый, ну, пока что новый, первый раз одел, после примерки. Так, и не ног, ну, я как всегда в старом, вот сейчас пока готовилась, согрелась, хотела включить кондиционер, ну, у меня же есть халявный газ, вот, у меня здесь всё пышело, всё работало, прям жарко-жарко стало, обогрелась, обогрелась, он уже жрёт, да, то есть я тут пока представляю, он уже жрёт, поэтому, в общем, у нас сегодня на ужин вот такая вот спагетти с мясом, смотрите, очень вкусненько. Потому что вы любите. Да, то, что вы любите, давай. Да, Вован обожает спагетти, вы любите, смотрите, как он кушает. Также вот сделали ещё салатик, здесь у нас с обещанием. Не забываем про хэштег. Хэштег Вованжуй. Не забываем Вовану ставить лайки за то, что он вас развлекает, как он ест макароны, в общем, и тщательно наблюдайте. И это, ты помедли, растягивай удовольствие. Так, и фруктики. Витамины, витамины. И ты фокус показывай. И всё. Всем приятного аппетита. Что упало, то пропало. Сок допиваем. Вот у нас осталось по бокальчику. Так что, да? Да, как-то так. Ну, вот так вот он их ест, нравится ему. Постоянно пишут, что, ой, он желудок все испортил. Блин, мальчику 42 годика. Понимаете? За всё это время, пока не испортил, да? Да, он был в больнице, ему проверяли на гастрит. Поверьте, у него всё хорошо. Два раза в больнице был. Два раза проверяли, всё. Вот, и что прикольно. Я сейчас прям гуляшки вывалила, перемешала. Макарошки прям, это, спагетти прям в соусе. Супер. Ммм, как вкусно. Ну, давай. За мой новый купальник. Да. Красивый, новый. Кстати, у меня уже прошло уведомление, что мне деньги возвращены. То есть, мне должны вернуть только на карточку. Ухо. Сейчас смотрела куртки. Четыре варианта курток есть, которые мне понравились. Но надо съездить, померить. Завтра постараемся съездить. Плюс завтра ещё надо в банк. У меня там карточка готова. Вот, нужно сходить завтра в банк. Очередно. Померить курточку. Да. Очередная курточка. Ха-ха-ха. Прикиньте. Вот. Постоянно же даю. Даю. А, видишь, что хотят? Отменить. Что? Чтобы оформлять кредитные карты и кредиты онлайн. Отменить это? Да. Почему? Чтобы выдавали именно, чтобы было присутствие личное в банке. А не онлайн. Ну, в принципе, это правильно. Можно оформить кредитку на кого-нибудь другого по имени. Ещё. А заказать её, например, на другой адрес. Потому что вот кредитка до 1000 рублей, там можно тинь-тинь-тинь-тинь, без пин-кода. Да. Вот так вот. А потом на кого-нибудь оформят, а у него там по 1000 рублей раз-раз-раз снято. Ну, там вот. Это на самом деле правильно. Это как вот в брокерском тоже ужесточают, чтобы не каждый мог себе купить. Потому что реально, вот, как это, помнишь, с Эдиком-то было? Реальные пацаны. Эдик, давай, на всю котлету покупай, там, ля-ля-ля. А вот с Эдик, прям, ушли на несколько сотен вину. Несколько сотен, несколько лямов. Да. Он вложил, они выиграли за счёт этой разницы на бирже. Два, блин, миллиона. Он говорит, давай, это, вкладывай все два. Угу. Ну, как, знаете, это в казино реально. All-in на все. Вот так не надо делать. Я как лаван есть не имею. Ну, попробуй. Да. Ты мастер. Я перед тобой преклоняюсь. Он нравится мне так. Хотя, я слышала где-то теорию, что чем больше жуёшь пищу, тем лучше. То есть, она её, во-первых, ты пока жуёшь, насыщаешься. Вот, то есть, ну, как бы совершаешь эти действия. Вот, а когда, соответственно, ты проглатываешь, она лучше переработана, и, соответственно, легче желудку переработать. Поэтому и говорят всё. Изначально не желать. Нет, это связано с тем, что мозг человека, информация в мозг, что желудок полный, запаздывает на 20 минут. Ну, не 20 минут. Ну, примерно по 20 минут. А ты, получается, как закидываешь туда, раз, раз, раз. Угу. Как делал одно край. А когда жуёшь дольше, то есть, информация приходит как раз так. Поэтому, Боба, не торопись. Тебя никто не отбирает. Жуй. Глотай. Кто без тебя беспокоится. Жуешь, да? Да. Мы уже хэштег даже целым придумали. Вова, жуй. Тут все ждут, когда у тебя гастрит, ну, конечно, будет. Хотя, блин, никак не начинать. Добрые люди, да? Да. Жду, когда я 300 килограмму довезу. Вот я начну, конечно, всё. Всё для нас. Макароны не мешка присалила. Или мясо. Э, макароны солёные. Ещё и этот. Мясо, кстати, у тебя прям хорошее получилось. Прям мягкое-мягкое. Ты её растушила, ну, хорошо. Вот сейчас в спарик убили куриные ножки. Голи не. Хочу сделать куриный суп. Давно не готовила. Ой, в спарик сейчас были капуста мелкая. Знаете, она такие... Свежий урожай. Свежий урожай. Маленькие вот такие вот. Эти, вилочки. Ну, что-то я подумала, что у нас был недавно этот щит. Там вот такой вилочек. Грамма 700, мне кажется. Нет. Даже не на килограмм. Больше. Он прям плотный-плотный прям. Угу. Ну, что-то у нас недавно был уже щит. Поэтому лучше хочу вот так, куриный суп. С апшишкой. Существует. Сейчас я вам всякие эти поговорки. Много русских. Новые русские поговорки. Как там называется-то? Про Байдена так. Чё? Ну. Выдай. Кто Байдена помянет, тому газ вон. Кто Байдена помянет, тому газ вон. Скажи мне, кто твой премьер? Министер. А, премьер. Я скажу, есть ли у тебя газ. Да, да, да. Это много других. Наши уже подсуетились. Готовь, Саня. Летом. А газ тоже летом. И газ тоже. Чё только не придумают. И ведь главное не в бровь, а в глаз, понимаете? Смеётся. Последним смеётся тот. Пока он президент Путин. Нормально. То есть старые русские поговорки просто перефармансировали в наших реалиях. Знаешь, вот над нами все ржали в один на нас санкции. А сейчас наступит зима, и мы поржём. Он Лукашенко сейчас показывает, как обещает Европе дрова. Он уже готовит начал. Заготовывает. Сам. Сам, да. Лично. Батька. Мне там понравилась такая, поговорочек интересный. Какая? Чей Год Крым, Та Вой Борщ. Это постоянно. Дерёжка чей Крым, чей Борщ. В общем, вот такие дела. В общем, завтра надо будет доделывать дела. Как раз я куртку наконец-то себе куплю. А то уже холодно. Я сейчас надела тёплую кофту, на неё ветровка. В принципе, такое считание более-менее нормально. Ну, пока. Да. Ещё плюс. На улице плюс здесь. Ну, я сейчас всё равно по Валберсу лазаю, посмотрю. Понимаете? У меня ручется дождь. Да. И ветер. Ну, тогда уже дней будет холодно. Ну, да. У меня просто завтра должны прийти бонусы ещё. На этот спортмастер. Как раз, который я старалась. То есть, моя куртка будет там на 2-4 тысячи дешевле. А сколько можно потратить? 30%? Да. В общем, кстати, у меня эта карточка. Если там потратить, по-моему, 15 тысяч, там останется золотая. Сейчас она, по-моему, серебряная или платьяная. Ну, хреная. Серебряная. Угу. Там немножко поставить, потратить, и всё, она будет золотая. То есть, там и тратить больше можно, и бонус больше давать. Нет, там бонусу больше списывать можно. Да. До 50%. Очень, кстати, выгодно. Там новая термит коллекция термита. Классные куртки. Вот кто говорит, ой, куртка спортивная. Понимаете, спортивные вещи, спортивные, они очень удобные. Потому что они как раз для активного движения, да, они теплые, они непродуваемые. Понимаете? Да, может быть, они не совсем, может быть, эстетичные, красивые, да, хотя сейчас, вон, я посмотрела, очень много всяких разнообразных. Но они очень удобные в этом плане. Вот, потому что я помню, когда купила куртку, она не спортивная, хотя бы никакой не брал. Вот. И что? Понимаете, я вот застегнулась, и всё, я не могу ни встать, ни сесть. Потому что она мне вот затягивает, и мне неудобно. У меня как-то вот садишься, и она вот прям подтягивает, и пипец, короче. А мне нужна такая эластичная. Вот-вот та, Колумбия, была отличнейшая. Но, к сожалению, вот ткань у неё так себе. Голуби. Проверка голубями не пришла. Да. Нужно продать ист на Колумбию. В Голуби. В суд. Что плохо делают. Я пытался не вербаться. Чё не сказать? Скорее всего, ничего не возвращат. Неа. Возвратят, если сделаешь, забыть свой счёт. Экспертизу. Независимую. Ну тут ещё другой вопрос. Понимаешь, смысл в том, что мне ткань не понравилась. Она очень марка. Она реально вот социальный желёз. Вот где вот рукава были, где вот эта вот часть, она прям вот сразу. Как говорят сами струнники данного магазина, последний год приходят не очень как-то одевать. Очень много жалоб. Очень много жалоб на качество. Раньше было лучше. Поэтому мне как-то, знаете, мне очень нравится этот вот и куртки, и так далее. Да и размеры все есть. 58-60, они там как раз побольше идут. Ну, поехали завтра померить. Кажется, я там нашла магазин, где практически все эти куртки есть в наличии. Возможно, будет прям съесть, померить. В принципе, их можно сюда заказать. Это будет выкупить. Да. А выкупить это, получается, почти на 40 тысяч. Вот, я как не хочу так. Ну, что, мы лучше завтра съедем. Померим. У нас еще кэшбек есть. Плотенькое. Так что удобно. Спортаваря. На что распространяется? Спортаваря. Как раз это тоже входит. Не знаю. У них раньше как-то отображался на тенькой, как красота и здоровье. Нет. Это входит. Ну, последний раз порт, а скипку поют. Образился нормально. Ну, вообще, знаете, здесь кэшбек, там кэшбек. В итоге куртка из 10 тысяч может превратиться в тысяч 5. То есть, практически в два раза дешевле. Это хорошая спортивная куртка, которая и воздуховлагозащищенная. Раз. Плюс она эластичная, то есть, ну, для спорта. То есть, для активного движения. Плюс в моем случае, чтобы она нормально тянулась на жопе, там, на животе. Вот. Плюс обволакивающие там сидла. Вот. Поэтому, говоря, мне нравится. А вот эти вот куртки, знаете, вот, которые там, типа там, в магазинах или так далее. Как мешок отделают, всё. Да, как мешок отделают, всё. А тут? Мы люди активные. Каждый день ходим гулять. Поэтому я уже активный. Вот. А я себе успел пуховик отхватить. Какой? Финфлэр. Да. Нет, это есть. За 8 тысяч. Такой сидит, да, смотрит, да. Ой, смотри, новая коллекция. Мужских курток. Нет, дело в том, что мужские куртки тоже дешевле. В разы дешевле. Если твоя, я стою 12, то такая же куртка, но мужская. 8. Нет, 7. У любого в этом году только я одеваюсь. У тебя есть уже. Я как бы не планировал вообще в этом году покупать. Вот видите, как. Глава в такой момент, когда вот день к не то. Обидно. То есть, если бы в прошлом году у меня такое случилось с этой курткой, да? Ой, я поплюнул его. Ну, пойду новую куплю. Ну, сейчас прям, знаете, вот купишь эти бонусы, баллы. Коржёшь, как обычный человек. Вот так вот. Вкусно-салт получился. Вкусно. Ммм. Слушай. Витамины. Сейчас на ночь опять выпью. Бахну. Чтоб наверняка опять задрыхли. Ещё. Так снотворное. Всё, цел день. То чай с лимоном пьём. То и таблетки. Ну, вообще, на самом деле, знаете, уже легче. Здесь есть вчера я себя как-то ещё плохо чувствовал. То есть, он максимум такой вот насморк. Всё. Гамори, говорю. Бумер. Ну, всё. Слушай, не мучаюсь. Ты одна. Я тоже гаморяк был? Был. И поэтому сейчас вот я где-то туда-сюда. Под кондиционером иногда бывает насмушка. Ну, чё-то ты стынь, ты не выбирал на прогревание. Да-да-да. Кстати, дома есть домашние такие инкаляторы, которые можно прямо дома. Да. Там такая маска, там склянные. Ну, это, знаете, современный вариант, как вот в детстве дышали над картошкой. Да-да-да. Я, кстати, застала этот момент, когда мы ещё жили в коммуналке. Там мама, по-моему, картошки наварила. Одеяло у меня сверху накрыло. И я вот так вот. Пипец вообще. Потом она убирает. Вся потная, вся красная как раз. И вообще мокрая. Это современный он. В аптеке продаётся. Он такой стеклянный. Здесь такая штука, которая греет там. Как колбочка. Вот. Такая колбочка. И такая, как маска идёт. Под лицо, ну, как нос. Так вот. Мне кажется, знаете, на самом деле, в моём случае, так я слаба на нос. Надо бы такую штуку приобрести в домашнем использовании. А там я знаю воду с травами. С ромашкой, там туда-сюда. Как раз ты вот эти вот парами и дышишь. Неужели знать, какой. В принципе, в аптеках продаются эти сборы. Девочки, кто у нас это в этом плане сведущий? Ссылочка в описании под видео. В аптеке? В инстаграм мне напишите, пожалуйста. Может кто знает? Я же говорю, у меня, где у меня в аптеку ходить? У меня вон есть, как это, библиотека. У меня сколько людей посмотрит? Кто-нибудь не знает, кто-нибудь стрельмёт? Так вообще, на самом деле, это здорово. Когда можно с вами посоветоваться, прям класс. Я с вами советуюсь. И вот вы со мной. Я делюсь своим опытом. И своим. Красота. Так вот. И мы сейчас, ну... Дождалась у тебя курка. Где завтра получится взять хорошую. Мы тогда, когда были, глядели, этих не было курки. Крат было, мы тогда соломон покупали, я помню. Батенки. По-моему, как раз они ещё и есть. Да. Можешь покупать 10 тысяч лет назад. Чёрный. Это у меня. Вот эти вот коламбия, которые вот серые мне понравились. Вот эти. Надо, кстати, доставать будет. Те, что красотка хуже, прохладненькая такая. Они, они разные. Скоро, кстати, этот... Раскручивается отопление. 20 числа даже. Где-то уже включили. И в принципе, вот сейчас тут дом у меня совсем холодный. Бывает под утро. Просыпаешься и прям нос вытаскиваешь. И прям... Холодно, да? Да. Чё тебе? Брошу пока. На. Запей. Не хочу. Не боишься. Он боится воду со мной с вами выпить. Паргал, ты мне сейчас заразишься. Как нос лизать, он первый. А как водички выпить со мной из одного бокала, не хочет. У меня тебе не лизал нос, не надо. На. Короче, так живём. Ладно, всем всё хорошего. Любим, целуем. Главное, сами не болейте. В тепле одевайтесь, а жар костей не ломит. Правильно? Правильно. Вот, мы с вами увидимся уже в следующий выпуск. Обязательно подписывайтесь на YouTube, на Dzen, на Boosty. В общем, где найдёте вас. А мы увидимся. Пока-пока. Да, Алексей, спасибо. И...